Hello всем! Сегодня я решила спонтанно снять влог. Время без пяти два. Я проснулась полчаса назад, нанесла маску, сейчас пойду, блин, завтракать. И сегодня из таких важных планов вечером я еду делать губы, наконец-то. Прошло уже полтора года с момента того, как я делала губы, и недавно я просто листала инстаграм, мне опять попался профиль, где я делала губы, и подумала, блин, все, пора еще раз, потому что уже все ушло, а у меня накануне еще планируются фотосессии. А я недавно была на макияже моделью, и когда меня фоткали, я просто приближаю и понимаю, что у меня вообще нет объема в губах, а мне это очень нужно, и это выглядит не очень красиво, и я такая, все, сто процентов записываюсь. Я сегодня проснулась в час тридцать, потому что в шесть утра я выпроводила своего мужчину на работу, накормила, напоила и на работу его отправила, и легла дальше спать. Еще я хотела вам показать, у меня тут из нововведений, я уже в инстаграм выкладывала, заказала с Джума светодиодную ленту, еще заказала одну в машину, я уже пыталась ее повесить, но просто смотрела, как это выглядит, это просто бомба, просто очень красиво, вот, но я пока что ее приклеивать не буду, потому что мы машину поставим в ремонт, ее там полностью починят, наконец-то и после аварии, и лобовое после шторма. У меня по планам вообще на день ничего нет, нужно будет поехать помыть машину, потому что мы ее ставим в ремонт, ее попросили помыть, а я ее как раз таки не мыла, уже не знаю сколько времени. Вечером уже поеду на губки, девочки, сейчас сделаю себе бутерброд с паштетом на завтрак, ну да, как бы в пол, в два часа дня. Как только открываешь окно, Сима сразу идет гулять, дышать свежим воздухом, вот так. Блин, честно говоря, на улице такая кайфовая погода, я бы сейчас поехала куда-нибудь к морю, надо кого-нибудь насуетить, поехать к морю. Симочка, выходи, прям вообще погода какая-то. Вы понимаете, вот сейчас просто ситуация, я подхожу к окну, смотрю, понимаю, что очень тепло, ну я много кому сегодня писала, типа какие планы и так далее. Просто пишу Наташу, говорю, Наташ, ты отдыхаешь сегодня, она такая, да, я говорю, поехали к морю гулять, она пишет, поехали. Я такая, я собираюсь, она такая, я тоже. Просто пипец, вы понимаете? Я еще решила, короче, быстренько помыть голову, я хотела сказать. Я такой человек, который, знаете, вот при виде хорошей погоды за окном, ну окей, если я на работе, то тут уже вариантов нет, но я на работе, и никуда гулять, я поехать, конечно же, не могу. Но вот когда я дома, я вижу, что за окном просто замечательная погода, посидеть где-нибудь, я не знаю, у моря, почилиться. Ну, конечно, был бы, если у кого-нибудь кальяна, можно было бы кальянцем, знаете, такой прям конкретный чил-аут. И я не могу просто даже дома сидеть в такую погоду. Я помню, прошлым летом только-только устраивалась там на работу курьером, я каталась, да, то есть это еще было нормально. То есть погодка хорошая, допустим, я хоть и на работе, но со мной там постоянно были друзья, мы катались, а я еще и, ну, деньги зарабатывала благодаря этому. Но когда, допустим, я выходная была, и была хорошая погода, а все просто работают, знаете, взрослая жизнь, это когда, вот, ну, все работают, и вам нужно друг под друга подстраиваться. Сима! Хватит драть! То есть, допустим, поехать на море, собраться в ту же Левадию, ну, кто из Приморского края поймет, это уже сложно, это не как в 16-17 году, когда мы учились в школе, почти никто из нас не работал, и мы просто спокойно могли за два дня собраться и поехать на море на неделю, и, блин, мама, папа денег дали, и все. То есть, знаете, проблем с этим вообще не было. В том году я вообще ни разу с палатками, просто даже куда-то на несколько дней на море не съездила, потому что просто-напросто я в августе устроилась на работу администратором фитнес-клуб, и все. И я весь месяц просрала на никчемную абсолютно работу, на неблагодарных работодателей. Короче, я очень жалею, честно говоря, что я пошла работать в этот фитнес-клуб. Ну, кто не в курсе, у нас с ними там были разборки, там в Инстаграме все это у меня есть. Штраф 10 тысяч рублей был у меня. Из-за какой-то просто фигни вот на этих людей я потратила месяц, хотя у нас был вариант поехать на море, но не могла я и девочка, которая работала со мной, моя подруга, мы работали вместе. И знаете, вот потом я просто сидела и думала, какого черта я просто потратила на эту тупорылейшую работу, на вот эту тупорылейшую руководительницу столько времени. Просто, знаете, кто-то может сказать, типа, зачем, Ника, ты так обращаешься к человеку словесно, ну, типа, если он тебе сделал говно, пусть дальше себе живет, бумеранг ему там все вернет. Ну, знаете, просто к таким людям у меня максимальное отвращение, негатив. Я не знаю, как можно о них отзываться хорошо, когда они просто, ну, вот их жизнь конкретно обделила каким-то теплым, хорошим, добрым чувством к другим людям. Ну, то есть, как человек, который сам лично просрал в компании 30 тысяч рублей, просто решил оштрафовать сотрудников и тем самым компенсировать этот штраф. Ну, это вообще бред. Ну, это эгоизм, ну, по-другому не назвать. Вот, и я к чему говорила, что когда в том году летом, когда я была выходная, а все работали, мне было так постоянно грустно, потому что хотелось, знаете, там, поехать куда-нибудь, посидеть, почилиться, съездить на морюшко, съездить на несколько дней с палатками и так далее. А все работают просто. Вот тебе взрослая жизнь. То есть, я считаю, что я в своем возрасте абсолютно нормально существую. То есть, я работаю на работе, на которой я получаю, знаете, как чуть больше, чем моя мама получает на работе. Ну, то есть, вы понимаете. Я помогаю в чем-то маме, в чем-то папе. То есть, я считаю, что у меня довольно-таки нормальное положение. И знаете, когда я понимаю, что в моем возрасте некоторые сидят на шее до сих пор у родителей, и им вообще не стрёмно, не стыдно просить, клянчить деньги на свои те же гулянки, какие-то хочу, там, айфоны, одежду, еще что-то, я понимаю, что, боже мой, слава богу, я работаю, обеспечиваю себя сама. Да, пускай я работаю сейчас много по количеству часов, да, за, там, небольшую сумму в день, да, допустим. Хотя вот то дело, к которому я сейчас иду, на которое я отучилась, я эту сумму могу зарабатывать за три часа спокойно. То есть, ну, разница колоссальная, но все равно, знаете, я рада, что у меня есть опыт именно работы в этой компании. У меня теперь отношение к этому абсолютно изменилось. Я не буду тем самым гостем, который будет звонить в доставку еды и говорить, какого черта курьера здесь еще нет, я хочу есть, вы что, охерели, и так далее. Нет, у меня теперь к этому, знаете, солидарность, понимание и так далее. Ну, все. У меня есть даже несколько просто знакомых, которые до сих пор, ну, я вам реально говорю, сидят на шее у родителей. Им скоро 22 года, кому-то даже больше. И вот он сидит такой кис-кис-кис-кис, ножки свесил и туда-сюда ими делает, туда-сюда ими делает. Вот, то есть этому человеку абсолютно плевать, что там мама работает, там, зарабатывает деньги, а он сидит, ему до лампочки вообще, ну, блин, зарабатывает и хорошо, сейчас схожу, куплю себе кроссовки. То есть я вообще не понимаю, как так можно. Ради каких-то таких моментов вот стоит работать, убиваться на работе, думать, как меня все заколебало, и продолжать фигачить на этой работе, потому что, ну, потом просто ты можешь позволить себе подарить маме там какие-то духи дорогие, в чем-то ей помочь, что-то купить и так далее, то есть порадовать семью. Допустим, вот вчера у папы был день рождения, мы поехали, купили ему духи хорошие, не какие-то там, допустим, из Зары, да, бюджетный такой вариант, который, ну, у них, безусловно, у них классные духи, но, допустим, порой хочется подарить что-то стоящее. И подарили классные духи, которые папа очень хотел, он как бы намекнул, что он их хочет, и вот мы их купили, вчера поздравили папу, я накрыла стол, то есть я полностью, вот знаете, сама поехала, все купила, накрыла на стол, и вот я это говорю не к тому, что, послушайте, какая я молодец, что у меня есть деньги, я могу себе это позволить, я говорю это к тому, что, когда ты работаешь, и у тебя появляются деньги, то ты действительно, вот, это круто, ты можешь сделать что-то в сторону семьи, и они увидят, что ты уже взрослый, состоятельный человек, который может позволить себе, там, я не знаю, подарить тебе духи дорогие, ну вот, ну вот это прям круто, я вот прям от этого кайфую, честно говоря. Допустим, я захотела себе сделать губы, я захотела покрасить волосы, я там захотела, я колола себе носогубки, я все, что хочу, я просто иду и делаю, потому что это мои деньги, и я могу себе позволить что-то сделать, то есть мне не нужно клянчить у мамы деньги на то, чтобы сделать что-то вот в свою сторону, да, я просто все веду к тому, чтобы вы, ребят, понимали, что взрослая жизнь, она рано или поздно вас всех настигнет, но просто каждого, когда у тебя будет рутина, дом-работа, дом-работа, когда ты просто будешь думать, блин, вот бы сейчас поспать, а не сидеть на работе 12 часов. Лучше раньше, конечно же, слезать с шеей родителей, потому что нужно понимать, что им, допустим, тоже тяжело, и нужно им тоже помогать. Так, я сейчас буду думать, что же мне надеть, потому что... Ой, я придумала. Короче, я уже сейчас выхожу, и мы с Наташей поедем не вдвоем, а еще кое-то с кем, но я просто сейчас немножко поражаюсь тому, насколько сегодня день спонтанных решений. Все, пойдемте обуваться. Девочки, здравствуйте, добрый вечер, встретились с Натальей. Вот, сейчас мы поедем, встретимся с еще одной подружкой, и погуляем, посидим, пообщаемся. Как обычно, раз в полгода встречаются, ничего страшного. Ну, это классика жанра, не будем изменять традициям, да. Мы встретились с Полына! Ой, с этой стороны это выглядело странно, наверное. Раньше на 2 месяца хватит, теперь нужно еще 20 тысяч, чтобы купить новые стойки. 20 тысяч! Раньше пару стола 5500, мне Сева находил. За пару, сейчас за одну стойку 9000, хотят за контрактную, даже не за новую, понимаете? Знаете, ребята, иметь машину это очень дорого. Очень дорого, очень. Кто ж знал, что так дорого, господи? Ну, капец. Наташа осталась там. Решила дальше не ползти к нам. Мы тут уже спустились, сейчас тут присядем, еще пофоткаемся. Только где присядем? Ну вот, отличный камень, я думаю, трижопа сюда влезет. Мне кажется, сколько мы увидимся, столько и влогов на канале. Ходят так же редко, как мы увидимся с Никой. Вообще обленилась, теперь вообще ни хрена не выпускаем. Недавно я выпустила какой-то влог раз в полжизни, сколько, полгода прошло. Что за наезд? Вы там в комментарии строчите о том, что, Ник, ты что, оборзела, что ли? Нифига не выпускаешь, мы тут ждем вообще. Я же такая замужем выложила. Да, 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 я просто в тот момент такая, да не, обманка какая-то. О, пришла. Она уже очень рядом, она уже очень близко. Девочки, на моречке. Да, выбрались на море позагорать. Солнечную замечательную погоду, 20 градусов тепла мне показывала машина. Ты сели ума, пришли там? Фотосъемки, фотосеты бесплатно. Девочки, в Владивосток записываемся. Профессиональный фотограф вас пофотографирует. Да, вот. Всем моим подписчикам привет. Всем моим помощникам привет. Я тут снимаю, как маткаются люди. Ладно, ладно. Там точно что-то будет? Привет, это от Шуцера. Ни о чем не жалею, что было то прошло. Я тобой не болею, здорово я давно. Все, что прошло, не вернется. Я поняла одно. Ни о чем не жалею. Да, на троемочек. Давайте переход. Стоит, с какого лаера? Очень удобно. Прям очень, я смотрю. Это сет идет. Это что за секс тут, я не поняла. Ну, Нига тоже расположилась, как секс. Здорово. Красота девочки. Ля какая. И еще одна. Ля какая девочка. Да, мы с девочками пофоткали. Сейчас пойдем еще на стадионе немного пофоткаемся. Поболтаем. И каждый по своим делишкам. Вот так вот взрослая жизнь начинается, когда вы с подругами можете видеться вот ровно, выделяя определенное количество времени. Чисто вот полтора часа, да. И все, ни больше, ни меньше. Я хочу лежать на траве. Я готова. Фотайте меня. Я всегда так лежала на траве. Шикарная жизнь, да. Отдыхала. Наташечка, возьми, пожалуйста, мой телефон, пофотай меня. Присели, отдохнуть, посидеть. Девочки фоткаются. Сейчас тоже пофоткайся. Пойдем к машинам уже. Погода вообще блеск. Вот очень хорошо, что все-таки решили выбраться куда-то. Потому что если бы я сейчас сидела дома, я бы себе этого, наверное, никогда не простила. В такую погоду. Ой, ножкой эти. Я тут у Наташи стырила кепку. Посмотрите, как мне идет. Хочу себе купить теперь. Наташ, сколько кепка стоит? Полтора. Пишите в комментариях, как мне кепка. Мне кажется, мне нравится. Мне прям идет. Я такая, типа, все мои волки делают. Ребята, вы готовы узреть? Я вышла с губ. Меня Наташа вот ждала. И, короче, они уже немного отекли. Вы сильно не впадаете в шок. Да, сбоку они вообще огромные. Три-четыре дня они станут уже гораздо меньше. Это сто процентов. Мы, короче, заказали два джуниор дога. Себе покушать. Так, чисто перекусить. И потом поедем мыть машину. Ой, как я сейчас буду есть? Забавно, мне кажется. Вообще пипец. Я, чтобы людей, короче, не шокировать. Просто надела маску. Вот. Сейчас подождем, пока помоют машину. Немного посидим. Я закину Наташу. Поеду к маме. Вот. Сниму реакцию мамы. Оно происходящее. Вот. И я думаю, что сегодня же смонтирую влог. Возможно, сегодня же и выложу. Посмотрим. Вот. Завтра уже на работу, потому что я работаю эту неделю очень много. И мне будет некогда монтировать влог, сидеть. Да не, нормально вообще. Отек спадет. Будет еще бомбезно. Чтобы вы понимали, мы те самые подруги, вот, которые одна слушает вот это. И я, которая слушает фонг, там, знаете, и когда у меня в плейлисте проскальзывает какой-нибудь трек, который знает она, вот, сопливый, она поворачивается на меня и я такая, че? И я такая, ой. А, ой. А, ой. Меня Фейс-Айди не узнает. Почему мы не сняли эту реакцию? Она включает трек, я такая, что косит меня отрез. И она просто сходу начинает подпевать. Короче, суть не в этом. Я говорю, а ты откуда ее знаешь? Она говорит, что я в тик-токе ее как-то услышала или где-то я ее услышала. Говорит, ну, месяца два назад. Я говорю, а, да? А ничего, что я в октябре под нее танцевала. И тогда ее еще включала. Она видео выложила как бы в инстаграм. Вот, потом, видимо, эту песню стали везде форсить. И, конечно же, я ее, ну, раз услышала, два, и потом она у меня уже все на репети играла. И Наташа такая говорит, ее такая, да, где-то в тик-токе вроде. Она с таким лицом, типа, а что в смысле вообще-то? А я все такая, у-у-у-у-у, девочки, слутяйно получилось. Самый лучший. Красиво у вас. Я сам сам спасибо. Вообще красиваю. Спасибо. 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 Как будто рядом океан, и утром мы проснемся в среднем в Москве. Борит, мои песни сопливые не слушают. Каждый почти знает. Супер номер бывшего не пригодится. Кстати, о мышцах. Опа-на-та, че? Извините, это инкогнито. Сейчас уже иду к маме, и я буду сейчас с подъезда снимать, чтобы когда она только открыла дверь, я вот открою лицо и заснять вам реакцию. На самом деле, отек уже чуть-чуть стал меньше, мне уже легче гораздо разговаривать. Но появляются синяки. То есть, девочки, которые захотят сделать губы, нужно быть готовыми к тому, что у вас будет вот это. Я хочу заснять твою реакцию. Сейчас, подожди, не смотри, отвернись. Это что? Привет тебе. Привет, привет. Как тебе мои вареники? А у тебя разве тогда так же будет? Ну, чуть-чуть поменьше, потому что изначально губы были меньше. Стрисбок вообще. Нормально. Сколько? 7 тысяч? Да. Я когда только вышла, я смотрю, такая у меня... Смотри, тут сильных синяков нет. Ну, это сейчас оно чуть-чуть будет еще проявляться. Ну, короче, как-то так. Моя мама тут ходит. У нее тут... Тут татуировку ей сделали, тут на шраме набили. Деловая. Уже буду заканчивать этот влог, потому что сейчас я хочу сесть его монтировать, а материала там получилось много, и чем раньше я приступлю, тем раньше я лягу спать, а завтра уже на работу надо ехать. Поэтому я хочу сказать всем огромное спасибо за просмотр, за ваши пальцы вверх, комментарии. И как я обещала, влоги будут чаще. У меня на следующей неделе вообще очень будут два интересных дня. Привычка смотреть наверх, а не сюда. Как-то так прошел мой сегодняшний день. Надеюсь, вам понравился этот влог. Возможно, вы для себя что-то подчеркнули интересное. Возможно, нет. Может быть, кто-то решался на губы. Допустим, я сейчас чувствую, какие они жесткие. Ну, то есть, вы чувствуете филлер в губах. Я сейчас немножко перед сном поразминаю. Вот, и уже через пару дней сойдет отек. И, кстати, у меня в этот раз нет вообще огромных синяков. Потому что полтора года назад, когда я делала губы, у меня были огромные синяки, потому что это был первый раз. В общем, как и так. Всем спасибо за просмотр и всем пока. Пока.